И опять про качество продуктов в Казахстане. Вот вы, когда покупаете продукты в магазине, уверены в их качестве? Я, если честно, уже сомневаюсь. Иногда мы просто доверяем без продолжения этой поговорки. Так доверилась и семья из Северо-Казахстанской области, и это закончилось трагедией. Нужно быть внимательным к тому, что продается на прилавках. Должна быть точная информация о тех продуктах, которые представлены. У нас этой информации практически нет. То есть мы берем такого кота в мешке, мы не знаем, что мы берем. А почему так происходит? Неужели нет государственного контроля за качеством продукции? И идя в магазин за продуктами, мы рискуем собственной жизнью в прямом смысле? У нас царь и бог – это Аким региональный. А ему вы сами понимаете. Главное – деньги заработать. За населением у дела нет. И по многочисленным просьбам наших зрителей мы опять отправились проверять продукты питания в магазине. На этот раз так или иначе связанные с мясом. Ведь, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так что будем учиться выбирать качественные продукты самостоятельно. Если есть в составе мясо механической обвалки, то тоже это нельзя, чтобы было в составе, потому что мясо механической обвалки – это как раз такие остатки мяса, перемолотые со шкурками, с салом, с какими-то хрящиками. То есть это, по сути, не совсем качественный продукт. А если мясо механической обвалки идет на первом месте, то такую колбасу 100% не берем, там мяса практически нет. Скандал разгорелся в казахстанских социальных сетях вокруг сомнительных танцев в юрте. Но сам танец-то неплох. Это я вам как профессионал говорю. Но вот где он был исполнен и в чем – это уже вызывает сомнения. А еще и кем тоже многих смутило. Также расскажу об очень большой несправедливости. Ради денег и собственной выгоды довольно известные люди нашей страны обманули надежды, мечты и ожидания особенных деток. Просто слезы на глаза наворачиваются. Я обиделась, потому что нам сказали, что мы там будем и нас оттуда не удалят. И в этот момент я прям сильно обиделась. Но начну я с другой трагической истории, которая произошла на этой неделе в Северо-Казахстанской области. Там продуктами из магазина отравилась семья из пяти человек. Двое взрослых и трое детей. Младшие дети трех и шести лет погибли. Мать и старший ребенок несколько дней находились в реанимации, но сейчас переведены в палату. Глава семейства пострадал меньше всех и от госпитализации отказался. Значит, здесь надо будет провести расследование всех вот этих организаций, учреждений. Произвести отбор материалов, если необходимо. Провести экспертизу. Мне совершенно непонятно, вот госпитализировали пациентов с отравлением. Значит, одна девочка умерла ночью, да? Она покушала и, не приходя, как говорится, без всяких осквознений, умерла во сне, получается так, да? А у остальных где-то под утро начали появляться клинические отравления. Почему мама лежит в больнице, значит, у нее состояние средней тяжести, нету никаких ссылок на анализы крови, исследования лодных массов. Почему промывание желудка не делает? Там столько нюансов. Специалисты должны работать на месте, а не лечебники. Понимаете? По словам пострадавшей женщины, в тот злочастный вечер они ели пиццу, колбасу, магазинные пельмени и пили газировку. Что из этого стало причиной тяжелейшего отравления, установит экспертиза, которую пообещали закончить через 10 дней. Государство должно обеспечить, в первую очередь, безопасность тех продуктов, которые поступают на столы наших граждан. Вот здесь безопасность, видимо, не сработала. И если люди погибли, то это какая-то серьезная инфекция, может быть, это батулизм, который сейчас тоже разгулялся и в других странах. И нужно быть внимательным к тому, что продается на прилавках. Должна быть точная информация о тех продуктах, которые представлены. У нас этой информации практически нет. То есть мы берем такого кота в мешке, мы не знаем, что мы берем. И в итоге может произойти то, что произошло в СКО совсем недавно. Вот это трагический случай. Так в чем же основная проблема? Почему о подобных случаях мы слышим довольно часто? Слава богу, не всегда доходит до летального исхода. Но ведь и легкие случаи тоже не норма. Вот я еще раз говорю, это вопросы государственного управления. Раньше был государственный санитарный надзор. Были, значит, законодательно определены порядок, значит, изготовления пищевых продуктов, закупки там технологических процессов, изготовления, сертификации, поставки, хранения, реализации. Сейчас этого нет. У нас царь и бог – это Аким региональный. А ему вы сами понимаете. Главное – деньги заработать. За населением у дела нет. Аким, значит, он, я по опыту хочу сказать, что он не то, что там государственные какие-то вопросы мог бы решать. Но он не специалист ни в санитарном законодательстве, ни в гигиене, ни в эпидемиологии, ни в лечебном деле. Ни в вопросах биологической безопасности. А вот такие люди, значит, им власть доверила сейчас решение всех этих. Ну, естественно, это семья стала жертвой. Она, к сожалению, не единичная. У нас этих случаев сплошь и рядом. Пока, значит, здравоохранение не вернется в свою форму, в организацию проведения, это будет продолжаться с постоянной завидностью. То есть, получается, на сегодняшний день качество продуктов питания особо и не регулируется. Про контроль я вообще молчу. Бесспорно, есть определенные нормы, техрегламенты, правила и так далее. Но соблюдается ли это все на местах? Сейчас каждый может назвать произведенный им продукт, как он посчитает нужным, затем поставить его на продажу и так далее. Мы даже видим, иной раз, скажем, в небольших магазинчиках у дома, там какие-то пирожки продаются неизвестного происхождения. Кто их выпекал? Нет никакой информации об этом. Что там внутри? Когда это было произведено? Ничего неизвестно. Какие-то салаты, которые находятся в ведрах, из этих ведер достаются, их достают, каким-то пакетом их делят. Хорошо, когда это хорошо? Но когда это заканчивается плохо, а вот сейчас эта ситуация возникла, скажем, в России, ботулизм, это рядом с нами, у нас, как известно, 7 тысяч километров общая граница, то к нам это обязательно тоже приползет. И нужно посмотреть, что же происходит, и обратить на это серьезное внимание. Потому что ботулизм – это очень страшное заболевание, и оно, мало того, инфекционное. То есть инфекция попадает из продуктов к человеку, и человек может погибнуть. А вот здесь уже становится страшновато. Не хотелось бы после обычного похода в магазин слечь в больницу, а то и того хуже. Вы поймите, у нас государственного санитарного надзора нет. А санитарная служба, с ней, значит, 30 лет над ней издевались, там специалистов нет нормальных. И потом, в наше время развитый, загнивающий капиталист. Кто платит деньги, тот и правит балом. А у нас голова всему – это местный глава региона, понимаете? И он сейчас, чтобы вот эту картину полностью обследовать, вытащить, вывернуть на изданку, показать эти махинации, он не пойдет на это. Это у нас сплошь и рядом. Это во всех у нас населенных пунктах, во всех городах. На селе вообще, значит, туда никто у нас не лезет. Села у нас нету, как понимаете, развитие. У нас программу сельского здравоохранения принято. А то, что с селом будет, не перспективы, ничего даже разговора не нет. Может, со всем этим уже надо что-то делать? Или деньги у нас важнее человеческой жизни? И хотя депутаты уже давно бьют тревогу, в правительстве пока не особо к ним прислушиваются. Мы должны сейчас посмотреть, насколько имеются сертификаты и требования к сертификации продуктов вообще в нашей стране. Чаще всего это нормативные акты, которые представляются министерствами, государственными органами. Так вот, надо посмотреть, разработаны они или нет. И насколько взаимодействие с другими службами, которые должны проверять вот это соответствие. Нужно все это изучить. В одной из прошлых программ мы прошлись со специалистом по магазинам и изучили качество некоторых товаров на наших прилавках. Очень многие наши зрители в комментариях просили продолжить тему, что мы сегодня и сделаем. А в свете последних событий, больше упор я решила сделать на колбасную и мясную продукцию. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Давайте сегодня рассмотрим продукцию, в которой так или иначе есть мясо. Давайте. На что нужно обратить внимание при их выборе, какие есть опасности при выборе. Конечно же, посмотрим этикетки, как же без этого. И давайте, наверное, пожалуй, начнем с колбасы. Давайте. Что в ней должно быть, а чего не должно быть? В первую очередь человек должен посмотреть внешний вид. Колбаса не должна быть ярко-розовая. То есть, если она яркого цвета, значит, в ней много красителей. А если добавляют много красителей, значит, вопрос, из чего готовилась эта колбаса. Цвет? Да, тут зависит еще от вида колбасы. Допустим, есть вареная, сырокопченая, есть сыровяленая. Очень много разных видов колбасы. И, соответственно, допустим, наподобие сырокопченых колбас, сыровяленых, в них наоборот. Чем темнее мясо, тем больше вероятности того, что там именно мясо в составе. А не курица, крахмал, соя и так далее. Но, допустим, вареная колбаса, она должна быть более бледная. Ну, то есть, если их сравнивать в разрезе, то можно уже приблизительно понять, где больше красителей, где меньше красителей, и где больше производитель использовал каких-то сомнительных компонентов, скажем так. Также мы смотрим на плотность самой колбасы. То есть, ее можно потрогать. Она должна быть довольно плотная. То есть, если есть мясо, мясо – это плотная структура, она должна быть плотная. Если колбаса мягкая, как зефир, значит, в ней много крахмала, много сои, много воды. И, соответственно, мясо самого там находится намного меньше. Такую колбасу мы не берем. Если, допустим, продавец разрешит отрезать кусочек, мы можем этот кусочек согнуть. То есть, считается, что если колбаса гнется, более такая эластичная, то в ней больше мяса. Если она ломается, значит, в ней больше крахмала, воды, сои, и она не особо качественная. А что вы скажете, вот упакованная прям колбаса, которая не разрезанная, как по ней понять? По ней тогда только смотреть состав. Давайте выберем несколько, посмотрим для сравнения. Ну, как я сказала, в любой колбасе будут какие-то консерванты, потому что иначе она не будет храниться. Да. Если это фермерская колбаса, какие-то колбаски, они хранятся двое-трое суток, там, конечно, не будет этих консервантов в составе. И в идеале, чтобы в составе было мясо, соль, специи и там какой-то жир, например, и все. То есть, вот это идеальный состав колбасы. Но, учитывая, что эта колбаса должна храниться несколько месяцев, полгода, год, то, естественно, в нее добавляют какие-то консерванты. И чаще всего это нитрит натрия. Нитрит натрия, он относится к таким пограничным, скажем, консервантам. То есть, он в определенных количествах не опасен. В избытке, естественно, он оказывает пагубное воздействие на организм. Но за счет вот этого нитрит натрия колбаса может храниться дольше. То есть, натуральные колбаски, которые фермерские, которые без консервантов, в них больше риска развития каких-то бактерий. А консерванты, они позволяют сохранить продукт. Вот, кстати, вы говорите про натуральную колбасу. Я думала, что раз она натуральная, то это намного лучше. Да, но она натуральная действительно намного лучше, потому что в ней в составе есть только мясо, соль и жир. Все, да. Но есть опасность в том, что если эту колбасу неправильно хранить, неправильно перевозить, неправильно производить в том числе, то в ней могут развиваться различные бактерии. И человек может как минимум отравиться, ну, как максимум приобрести какие-то заболевания из ЖКД в том числе, ну и все остальные последствия, да, могут быть и тяжелые отравления. Давайте подытожим по этикеткам, получается, что можно там, что нужно посмотреть в первую очередь, на что обратить внимание. Нужно посмотреть, берем, не берем. Да, нужно посмотреть, что на первом месте, на первом и втором месте. Если там мясо, значит, это более мясная колбаса. Там не должно быть чего. Желательно, чтобы не было крахмала, потому что крахмал – это загуститель, он, в принципе, безопасен. Но это не основной компонент колбасы. То есть колбасу человек берет ради мяса. Вот, поэтому крахмала желательно, чтобы не было, чтобы не было сои, и могут писать растительный белок. То есть так тоже могут написать, чтобы не было, например, чтобы не было написано животный белок. То есть, опять же, нужно расписать, что за белок. Это шкурки, это хрящи, это суставы или это мясо. То есть непонятно, нужно расписать. Если есть в составе мясо механической обвалки, то тоже это нельзя, чтобы было в составе, Потому что мясо механической обвалки – это как раз такие остатки мяса, перемолотые, со шкурками, салом, с какими-то хрящиками. То есть это, по сути, не совсем качественный продукт. А если мясо механической обвалки идет на первом месте, то такую колбасу 100% не берем, там мяса практически нет. Не должно быть, конечно, глутамата натрия, не должно быть камеди и разных консервантов-усилителей вкуса, но, опять же, которые могут вызвать аллергию как минимум. Чем меньше состав, тем лучше. Вот чем он короче и проще, тем более качественный продукт, тем более натуральный. Ну и, естественно, смотрим срок годности, чтобы он совпадал на этикетке и на штрих-коде от производителя. Можно, пожалуйста, нам тушенку от самой популярной марки? Спасибо большое. А вот что касается тушенки, чем могут быть опасны эти изделия? Ну, тушенка – это в целом такой тоже продукт, действительно, из, наверное, еды, самый из таких опасных. Потому что при неправильном хранении, опять же, при неправильном производстве, при транспортировке неверной, при попадании вообще воздуха в консервы внутрь, там могут развиваться бактерии. Там могут развиваться… Одна из самых опасных – это клостридиум ботулина, то есть, который вызывает как раз-таки ботулизм. Ботулизм – это заболевание, которое чаще всего приводит к летальному исходу, к сожалению. Да. Если вовремя не принять лекарства, которые есть только, естественно, в больнице, и вовремя не обратиться, то это может привести к летальному исходу. Поэтому консервация – это вообще такой раздел продуктов, который под особым контролем. И лучше всего консервацией не увлекаться вообще в целом. Лучше сварить мясо, сварить курицу, взять свежую рыбу, съесть ее, чем есть ее в виде вот какой-то тушенки или консервов. Но, тем не менее, они довольно популярны, потому что можно быстро приготовить, открыть, покушать и все. Но тут тоже мы смотрим на что? Мы смотрим банку. Допустим, что, во-первых, чтобы она была ровная. Если где-то есть погнутости, какие-то потертости, царапины, значит, ее уже перевозили небезопасно. То есть, они могли по машине где-то кататься, где-то на каком-то складе лежать не совсем корректно, и они могли повредиться. То есть, это тоже может способствовать тому, что где-то есть какая-то маленькая дырочка, и туда проникает воздух. Опять же, который просто может быть незаметен, например. Естественно, они не должны быть вздутые. Если баночка вздутая, то мы ни в коем случае ее не берем. Не должно быть ржавчины. То есть, многие часто, вот я вижу в супермаркетах, это обычно такая картина бывает, что баночки ставят на скидку, потому что они там где-то сверху, вот тут, поржавели, и люди активно их берут. Но это тоже говорит о том, что эта баночка, да, уже не подлежит приему пищи. Несмотря на то, что ржавчина снаружи, она может быть и внутри. Но мы этого не узнаем, пока не откроем. То есть, любая банка, она должна обрабатываться, прежде чем вот они ее закатывают, на нее наносит раствор. Если ее некачественно обработали и уже запаковали, то вот эта ржавчина может быть где-то внутри, а человек это увидит только, когда доест эту банку, где-то на дне, например, будет это что-то. И человек такой, оп, а там ржавая банка. Он уже съел? Да, он уже съел. Поэтому нужно обязательно смотреть на целостность банки, вообще ее внешний вид. Вот покажите на вашей банке, где написан срок годности. Так вот, крупными буквами. Да, срок годности обязательно должен быть. Со дня изготовления 3 года. Он должен быть вырезан на дне баночки, ну или здесь. Вот как раз вот такая печать, это не очень хороший вариант, потому что ее можно стереть и напечатать заново. А производитель должен ее выбить в днище, чтобы она была выгравирована. Вот такой уже вот этот срок уже никак не переделать. Поэтому можно доверять намного больше, чем, допустим, просто напечатанному или тому, что наклеили в супермаркете, например, тоже. Смотрим, естественно, состав. Состав. Обязательно должно быть написано, что консерва стерилизованная. Потому что если его не стерилизовали, да, то это тоже приводит к тому, что могут развиваться бактерии, и человек может и отравиться, и умереть. И это обязательно должно быть указано. Потому что если не указано, то производитель развязанной руки. Даже если человек отравится, он скажет, ну, а это нигде и не было указано. Вот, поэтому это очень важный такой момент, который нужно смотреть. Состав должен быть четко виден. Вот, допустим, у меня здесь более четко написан состав, я могу его прочитать. У вас очень мелко на зеленом фоне, черным вообще ничего не видно. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы было четко прописано, что внутри. И смотрим опять, как я говорила, что на первом месте. Здесь, допустим, мясо говядины, сердце говяжье, печень, почки, легкая, рубец говяжий, жир говяжий, жир, лук, соль, пряности. Конец. То есть, по сути, в принципе, состав хороший, потому что только мясо, жир и специи, соль и пряности. Все, отлично. Если, допустим, есть какие-то дополнительные специи или те же ешки, те же консерванты, это тоже здесь нужно указать. Потому что, по сути, в консерву не обязательно добавлять ешки. Но если они есть, тоже возникает вопрос, какой продукт был использован изначально. То есть, было ли качественное это мясо, хороший ли был продукт использован изначально. Или его как-то законсервировали, скрыли запах, как-то его покрасили, а потом запаковали в консерву. То есть, тоже очень важно, чтобы это все здесь было указано. Также можно тушенку или консервы немножко встряхнуть и посмотреть, сколько там воды. Если вы прям чувствуете, как эти кусочки там плавают и булькают, и чувствуете много воды, значит, мяса там совсем мало. Это не очень качественный продукт. Лучше выбирать, чтобы она была плотно напакована мясом, рыбой, неважно. Вот, допустим, здесь, в принципе, воды не так много. Она прям такая тяжеленькая, да, у вас чуть побольше. Это тоже важно, чтобы было плотно все упаковано. Но остальное человек может увидеть только после вскрытия. То есть, вот, Анна, меня интересует еще один продукт. Пельмени. Казалось бы, самый визобильный полуфабрикат. Что вы скажете о нем? Какие есть опасные ингредиенты, которые в них могут быть? Ну, глобально чего-то опасного в них может и не быть в пельменях. Но так как тут есть мясо внутри, нам тоже нужно учитывать, что они должны обязательно правильно храниться. То есть, нам нужно оценить, что? Во-первых, упаковку. Прозрачная упаковка лучше всего, чтобы мы видели каждый пельмешек. Какой он на вид, как он выглядит, сколько внутри, допустим, того же льда, какой цвет у них. То есть, мы оцениваем пельмени на внешний вид. Они не должны быть треснувшими, они не должны быть слипнувшимися. Потому что это может говорить о том, что они были разморожены и заново заморожены. А это уже нарушение срока хранения. Они не должны быть повреждены, не должно торчать мясо из них. Опять же, потому что это нарушение технологии производства. И не должно быть много льда. Что тоже может говорить о том, что они могли храниться неправильно. Появлялся какой-то конденсат, который заново замораживался. Это не очень хорошо. Естественно, если условия хранения нарушены, то тоже могут развиваться и бактерии. Это может вызвать и отравление, и диарею, и рвоту, тошноту и так далее. Но нам, опять же, нужно смотреть как минимум на внешний вид. Прозрачная упаковка – это отлично. Смотрим. Дальше переходим в состав. Смотрим состав. Что внутри состава? Опять же, состав должен быть четко написан, ярко. Все должно быть видно. Вот, допустим, здесь мясо, говядина, высший сорт. То, что я говорила про мясо, как раз здесь указали. Отборное мясо здесь. Вот, да. То есть здесь указали, какое мясо используется. Дальше идет говяжий жир, яйцо, лук, соль, перец, мука. Высший сорт – очищенная вода. В принципе, все, что нужно. Потому что, по сути, пельмени – это что? Это тесто и мясо. Все, тут больше ничего не нужно. И, опять же, лишнего здесь и не должно быть. То есть тесто можно легко приготовить без ешек, без консервантов, без каких-то дополнительных ингредиентов. Мясо, фарш, точно так же взять мясо, перемолоть. Вот готовый фарш. Поэтому ничего лишнего здесь быть не должно. Но, тем не менее, иногда используются какие-то, например, заменители жира, гидрогенизированные жиры, например. Это уже нехорошо. Да, это уже нехорошо. Это способы, так скажем, удешевить свой продукт. Допустим, может использовать яичный порошок вместо яйца свежего. Это уже может говорить о том, что производитель пытался использовать какие-то заменители продуктов, чтобы сделать его более дешевым. Конечно, нужно обратить внимание на хранение. То есть они должны храниться обязательно в холодильнике. И в идеале, если, допустим, это магазин или супермаркет, посмотреть температуру. Они должны храниться как минимум при температуре минус 10, минус 14 градусов. И то при температуре минус 10 градусов, допустим, они могут храниться не более месяца. При температуре минус 14-18, не более полугода. Поэтому на это мы тоже смотрим, как вообще магазин или супермаркет относится к своим холодильникам, что тоже очень важно. Мы смотрим на внешний вид, смотрим на упаковку, естественно, чтобы она не была повреждена, чтобы воздух туда не проникал. И смотрим состав. Где произведено, кто производитель. Смотрим срок годности. Опять же, чтобы срок годности производителя совпадал со сроком годности, если есть штрих-код от супермаркета. Это тоже нужно смотреть, потому что наклеить можно все, что угодно. А то, что указывает сам производитель, это уже другой срок. И здесь указан срок хранения. Вот, допустим, здесь 90 суток. Все, больше трех месяцев их хранить нельзя. Отлично. Максимальный срок обычно один год. Но здесь отличный срок годности. Вообще супер. Внимательность при выборе продуктов точно никому не помешает. Особенно в летний период. Решили мы спросить у жителей столицы, почему же, по их мнению, в наших магазинах можно встретить некачественные товары. Ой, вы знаете, я очень редко хожу. Но каждый хочет быстрее, больше продать, но некачественнее. Потому что сейчас используется сырье дешевое. Из-за этого каждый предприниматель хочет заработать. Тем самым покупает некачественное сырье. Из-за этого на полках сейчас некачественный товар. А если качественный товар, то, соответственно, цена будет дороже. Вот из-за этого. Ну, это зависит, наверное, от того, кто поставляет или не принимает эту продукцию. Допустим, я в торговле проработала 11 лет. Мы, допустим, каждый, если что-то уже попробовали, нам не нравится, мы уже, допустим, этого уже товара не будем брать. Ну, потому что это дешево, людям доступно, и все, они покупают. Мне кажется, это от самих продавцов наших зависит, что они покупают. На Шанхае, как бы, и там даже не смотрят, если честно, на качество. Гнилье покупают, и нам судят то же самое. А если, которые вот выпускают консерванты, такая продукция? Ну, потому что химия, она дешевая. Я думаю, как бы, за хороший товар и платить надо больше. А у нас люди много платить не хотят. Без понятий. Я знаю, что сильно дорого. Это я отлично знаю. Дороже, чем в Алма-Ате. Поэтому, наверное, все столица, поэтому. И еще одна трагедия с детьми. В этом случае они живы, но душевные переживания, которые они пережили, приятными не назовешь. А начиналось все довольно увлекательно. Самрук Казанатрас поддержала съемку исторического фильма «Жамбул. Новая эра». Одним из условий стало участие в проекте детей и социально уязвимых слоев населения, в том числе и особенных деток. Замечательная инициатива, я считаю. Они, как никто, должны чувствовать поддержку и знать, что способны на многое. И вот пошел захватывающий процесс. Дети подали 1200 заявок. Были отобраны, конечно, только сотая часть из них. И те, кто прошли кастинг, были счастливы, что станут причастны к чему-то волшебному, ранее неизвестному. И выкладывались на съемках полностью. Мне понравился сам процесс участия в съемках, потому что это была моя мечта – сняться где-то, чтобы меня показали. Мне очень понравилось сниматься в фильме. И, видя с детства, мечтала стать актрисой. Да, мне очень сильно понравилось, потому что это был для меня большой опыт. Это также были первые съемки. И мне было очень интересно, что как там проходит. Ради своей мечты дети стойко переносили все трудности. Преодолели долгий путь. И, несмотря ни на что, сделали это. Снялись в фильме. Чтобы достичь этой мечты, они прошли большие испытания. Потому что я не могу передать, то, как мы ехали полторы тысячи километров до Алматы. Дети в колясках, мамы на своих руках их переносили. И было очень сложно. Еще учитывая то, что у нас, к сожалению, не везде предусмотрены пандусы. Мы все это прошли, все это пережили. И дети готовы были пройти все испытания только, чтобы потом увидеть себя в кино. И результат был довольно хорош для маленьких актеров. Они как будто перенеслись больше, чем на сто лет назад и вжились в роль своих предков. Сегодня я не знаю, что у нас больше нет. Их счастье не было предела. Затеплилась надежда, что вот теперь-то с ними захотят дружить и общаться. Их будут любить и уважать в обществе. Но все рухнуло в один момент, когда они с гордостью пришли в кинотеатр, чтобы посмотреть уже такой родной и любимый фильм. Сцены с их участием там не оказалось. Как выяснилось, перед самым выходом в прокат режиссер решил удалить маленьких героев. А все окружение стало считать их лжецами. Мне было очень обидно и в то же время я была достаточно зла на режиссера, потому что я очень старалась. Мне стало очень грустно и я почувствовала несправедливость. Потому что нам сказали, что вы будете сниматься. Мы очень сильно обрадовались, что прошли кастинг. И мы рассказали всем родственникам, друзьям, что мы будем сниматься в фильме. И после того, как мы узнали, что нас вырезали, то есть было такое чувство какого-то... Тебя все почувствуют, что ты врала. И также было обидно за тех детей, которым было очень тяжело передвигаться. Они столько... Им очень сильно было больно передвигаться, тяжело. Плюс это не так уж и близко находится. По этому поводу высказался депутат Мажелиса от НПК, а также уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Кинжигул Сиджан. Я считаю, что это дискриминация. Если позвали детей, по логике, обещали им даже какой-то кадр, 20 секунд, 30 секунд, даже 5 секунд, для детей это гордость. Для детей это желание, это показатель, что они нужны, что они могут играть. То есть какая-то вот такая поддержка. Это очень круто, я считаю. Ну и тут приходят и говорят, что вот, ну, вас не будет, вас там снимают, сминают специально, да, а потом в конце, типа, ну, нету как бы, да. Обманывать детей, и причем детей с особыми потребностями, и детей из социальных условий населения, я считаю, это низко. Это ниже человеческого достоинства. Я считаю, это, ну, может быть, это очень грубо, но это мерзко. Мы точно знаем, что несмотря ни на что, они маленькие звезды. И желаем им двигаться только вперед к победе. Детям сказать, что не сдаваться. Я вам скажу со своего опыта. У меня тоже были огромные вот такие подставные моменты, да. Я, например, в Булашах меня тоже не взяли, да. Хотя обещали, хотя до сих пор есть. Хотя я все тесты, все экзамены сдал даже с опережением, с плюсом, с большим отрывом, да, и так далее. Ну, сказали нет, дали отворот-поворот. Но я не сдался, я другие пути искал, нашел частный грант и так далее. Отучился в Америке, в Японии, в Англии. То есть это не причина, чтобы сдаваться. А еще раз хочу сказать, это, наоборот, может быть, дети вас, да, для вас это стимул показать и окружающимся, и своим друзьям, что вы не сдаетесь. Это как бы жизненные такие препятствия, которые дают вам возможность становиться сильнее. Есть такая, я не знаю, кто сказал, такая хорошая мудрость, я ее постоянно себе говорю. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Еще один скандал разразился на этой неделе в сфере шоу-бизнеса. Ну, как скандал? Точнее, это событие вызвало неоднозначный общественный резонанс. В сети появился клип, в котором в национальных жилетках и на фоне юрты на первый взгляд танцуют три девушки. А вот на второй – две девушки и парень, который, кстати, в центре. Это видео вызвало бурю возмущений. Многие посчитали, что подобный вид и танцы оскверняют национальные символы. По этому поводу высказался и депутат Мажелиса Магирама Герамов. Наши государственные национальные символы для нас ценно являются чем-то сакральным. И мы не должны позволять использовать их в каких-то сомнительных мероприятиях. Они должны оставаться символами страны, а не ассоциироваться с нижним бельем разных персонажей. Кстати, Магирам Магирамов на этой неделе озвучил очень важный депутатский запрос. Касался он нефтяной отрасли страны. С 2018 года бизнес-сообществами и представителями государственных органов активно обсуждается вопрос внедрения контрольных приборов учетов нефтепродуктов в Казахстане. С 1 июля 2024 года вводится в действие поправка, согласно которой хранение нефтепродуктов в резервуарах баз нефтепродуктов осуществляется с обязательным оснащением контрольными приборами учета. Несмотря на то обстоятельство, что вопрос о внедрении КПУ обсуждается непрерывно на протяжении 6 лет, до сегодняшнего дня в Казахстане нет заводов-производителей контрольных приборов учета нефтепродуктов, в силу чего мы фактически понуждаем предпринимателей приобретать данные оборудования из-за границы. В Казахстане нефтегазовая отрасль является ключевой. У нас функционирует порядка 2000 нефтебаз. Стоимость одного прибора КПУ может варьироваться в районе 30 миллионов тенге, соответственно, чему в результате вынужденной покупки нашими предпринимателями КПУ 60 миллиардов тенге уйдут из оборота нашей страны и будут пополнять материальные ресурсы иностранного государства. Более того, для обслуживания программного обеспечения КПУ нашим предпринимателям будут затратиться ежемесячно миллионы тенге, обеспечивая дополнительными доходами импортеров. Таким образом, ежегодно наши предприниматели вынуждены будут пополнять бюджет иностранного государства страны-производителя КПУ миллиардами тенге. Вместе с тем, изложенные обстоятельства монополизируют бизнес в данной отрасли, изживая из рынка мелких предпринимателей, что, естественно, негативно повлияет на рынок в целом. К депутатам фракции обратились за помощью те, кого это нововведение коснется в самое ближайшее время, и реакция не заставила себя ждать. Депутатский запрос был вызван тем, что к нам обратились бизнесмены, которые, когда подняли тему, что вот с этого года, с 1 июля, их обязывают приобретать контрольные приборы учета нефтепродуктов на нефтебазах, по-простому, если сказать, это становится обязательным. По сути, без этого все время было, ничего такого страшного не было. Один прибор такой стоит порядка 30 миллионов тенге, плюс еще обслуживание. То есть, получается, вместо того, чтобы налаживать собственное производство и поддерживать отечественных производителей, мы создаем условия для вывода денег за рубеж? Или я чего-то не понимаю в этой жизни? Нами собственноручно создана импортозависимость, такой важный для нашей страны экономики, которая как нефтяная. С учетом изложенного выше просим предоставить позицию правительства по решению указанных проблем, а также рассмотреть возможность принятия следующих мер. Разработать план по созданию условий для формирования отечественных предприятий, работающих в секторе нефтепродуктов, включая бизнес по разработке контрольных приборов учета, используемых в нефтехранилищах. Обеспечить соответствие производства отечественных приборов всем необходимым стандартам качества безопасности через тщательную сертификацию и регулярные проверки. На этой неделе в стенах Мажелиса прошел круглый стол, посвященный вопросам социально уязвимых слоев населения. Организовала его парламентская фракция Народной партии Казахстана. Как отметила модератор мероприятия депутат Мажелиса от МПК Гаухарта Нашего, одна из главных проблем нашей республики – это высокий уровень бедности. Что в такой ситуации в особой поддержке нуждаются граждане из социально уязвимых категорий? Бүгінгі дүнгелік үстілге біз ең басты осы түрт санаттағы адамдардың мәселесінің қозғадық. Бірінші ол көп палалы аналардың мәселесі, екінші ол толығымез отбасылардың жалғызбаста аналар бар, жалғызбаста акелдер бар. Депутаты не сдаются и продолжат отстаивать интересы социально уязвимых граждан и детей в особенности. А еще в пятницу прошло очередное совместное заседание палат парламента. На нем депутаты обсудили не так давно представленный отчет высшей аудиторской палаты по исполнению республиканского бюджета. Если вы помните, в одной из прошлых программ мы говорили о том, что Народная партия Казахстана не поддержала этот отчет, поскольку, по мнению депутатов фракции, бюджет расходуется нерационально. Подробно все замечания и в этот раз озвучил глава фракции Магирам Магирамов. Ну и, конечно, не могла я пропустить такое знаменательное событие, как 20-летие Народной партии Казахстана. За этот период было сделано немало и впереди грандиозные планы. От всей души поздравляю всех причастных. А вы что думаете по поводу всего, о чем мы сегодня говорили? Напишите в комментариях, мне очень хочется знать именно ваше мнение. А также не забудьте подписаться и поставить лайк. Это очень важно для нас. С вами была Александра Беглова. Берегите себя. Увидимся через неделю.